Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот» по-прежнему в студии Александр Рассохин и Светлана Занько. И мы переходим с темы употребления алкоголя к здоровому образу жизни. Надо отметить, что завтра... Сейчас своей мерой как ударим по алкоголизации, да? Завтра состоится всероссийская акция на работу на велосипеде. Также она пройдет 22 сентября. Ну и грядет спортивная весна, наконец-то, которую третий раз или второй раз переносили. Будем говорить мы и провел пора. Весна перенесена вместе с акциями. Совершенно, да. Совершенно так. И будем говорить мы сегодня с президентом Федерации велосипедного спорта Григорием Долгих. Григорий, здравствуйте. Добрый день. И Надежда Анисимова, начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова. Цитирую. Протокол Министерства транспортного Российской Федерации 21 сентября 2015 года. По итогам совещания федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов России и органам самоуправления даны поручения установить в качестве единого дня проведения велопарадов Российской Федерации последнее воскресенье мая. Ну и днями проведения акции на работу на велосипеде установить два дня в году. Третью пятницу мая и 22 сентября. 15-й год оказывается. Я-то думала, что это только сейчас принято. В последнее воскресенье мая. Дошло сейчас. Дошло до полиции полететь. А сейчас мы уже анонсировали, что мы будем говорить о велопараде во втором часе. Да, 211-101. Можете подключаться к нашему разговору. Поедете или нет. В какой форме вы бы хотели видеть. Как часто выезжать вообще бы хотели на велосипеде. Но еще вообще, что думаете о велосипедной инфраструктуре в нашем городе. Можете звонить и делиться своими мыслями. 211-101. Но вот дошло до нас действительно то же. В этом году у нас велопарад планируется практически, практически в единый день российских велопарадов. Мы сейчас расскажем, почему и как, какие нюансы там возникли, как все будет происходить. Но начнем, наверное, с Надежды Юрьевны. Рассказывайте, что у нас будет в день единых велопарадов. Действительно, второй год практически в день единых велопарадов у нас пройдет велопарад. Сразу поясню, почему не 28 мая, а 27 мая. В связи с тем, что очень много мероприятий выпало на 28 мая. Это и день пограничника, это и 55-летие Ленинского района, и день праймерис. В связи с этим сложно обеспечить безопасность участников велопарада. Недостаточно сил полиции, ГИБДД. Поэтому коллегиально совместно было принято решение выбрать дату 27 мая. 27 мая велопарад у нас стартует в 11 часов с площади Конева по Воровского до парка имени Кирова. Сейчас на сегодняшний момент прорабатывается вопрос переноса старта от памятника Конева к торговому центру «Глобус» Новоросского 135. В связи с субъективными причинами там удобнее и площадка, и лучше дорожные условия. В принципе, устная договоренность уже есть. Поэтому буквально сегодня-завтра уже точная будет информация, с какого места мы будем стартовать. Надежда Юрьевна, я правильно понимаю, что место проведения, завершения велопарада, оно изменилось? Потому что, если не ошибаюсь, раньше называлась площадка «Театральная площадь». Это предварительная была заявка любителей велосипедного спорта, как раз от площади Конева до Театральной площади. Решили совместить как раз юбилей Ленинского района. Вся активность будет на Октябрьском проспекте в районе цирка. И чтобы не противопоставлять два мероприятия, а наоборот их объединить, и объединив усилия, и объединив все ресурсы, максимально качественно и хорошо отработать оба мероприятия. Единственное, что маршрут велопарада будет не Воровского-Октябрьский проспект, а Воровского-Горького-Азина и Октябрьский проспект. То есть на Октябрьский проспект мы выедем со стороны Комсомольской площади. Это сделано в целях безопасности, так как верхняя площадка от ЦУМа будет занята ярмаркой, будет занята фестивалем предприятий общественного питания, будет пешеходная зона. Вот как раз для того, чтобы не пересекать потоки пешеходов и велосипедистов, максимально сохранить безопасность для всех, было принято вот такое решение. Будет специальная площадка выделена для велосипедистов, где пройдут в соответствии с планами интерактив со зрителем, активности различные. Ну, наверное, Григорий более подробно уже насыщение этой площадки расскажет. Ну, вот таким образом у нас будет. Все эти участки будут перекрываться на это время? Октябрьский проспект у нас будет перекрыт от Воровского до Милицейской. С 11 часов, 26 числа, в пятницу с 11 часов будет перекрыто движение. С 11 до какого времени, известно? До 5 утра, 28-го. То есть чуть больше, чем сутки движение на этом участке будет полностью прекращено. А как идет подготовка к велопараду? Сейчас Григорьеву вопрос. Ждем. У нас, в принципе, само велопараду, у нас как такой дополнительной организации к этому приоритету не будет. То есть у нас просто есть команда маршалов, то есть ребят, которые умеют правильно двигаться в потоке и могут, скажем так, дополнительно проинформировать, скажем, всех желающих, как правильно двигаться в группе, как безопасно ехать, как тормозить по дистанции. То есть каких-то специальных дополнительных подготовлений у нас нет. Мы сейчас ждем просто окончательного утверждения и просто рекламу в соцсети, радио. Нет, ну мы-то, конечно, мы с удовольствием. Просто хотелось бы как раз оповещение населения, извините за этот термин, происходит. Контакт? Соцгруппа. Да, соцсети. Это самое сейчас эффективное средство для... Давайте сейчас прямо объем. Товарищи, 27 мая в субботу пройдет велопарад в Кирове в рамках Всероссийского единого дня Всероссийских велопарадов. И поедем мы от площади Конева до... Или от торгового центра Глобус. Скорее от торгового центра. Ну, хорошо. Юго-запад. От торгового центра сейчас. Ну, это мы тогда надо будет уточнить в новостях тоже. В следующий раз, пожалуйста, сообщите. С юго-запада поедем к цирку. Будут перекрыты все улицы, будет сопровождение, как положено. Можно будет красиво и торжественно проехать. Поэтому готовьте, пожалуйста, свои велики. Есть очень важный момент. Поскольку дистанция длинная, и в этом году у нас нет отдельного старта, как было в прошлом году, когда мы били для взрослых и для маленьких, чтобы маленьким было легко спуститься от суммы вниз, то у нас есть все-таки возрастное ограничение. 12+. 12+. Для того, чтобы не задерживалась колонна, для того, чтобы можно было спокойно проехать. И мы еще раз хотели в этом году примериться к команде Кентавр. Они проехали свою дистанцию и укладываются. Все нормально? Проехали, укладываются, и все хорошо. Кентавры тоже с нами поедут. Ребята на своих специальных велосипедах, я уже их на трассах вижу, они с флагами выезжают. И вы, пожалуйста, чините свои велики, придумывайте себе костюмы. Несмотря на то, что это не сказочные игры, я все-таки смотрю, ориентируюсь, понятно, на московский велопарад, которому уже много лет, что в этот день, конечно, праздничные, веселые, интересные, яркие костюмы, всякие украшения на велике, макияжи и прочее, они приветствуются, чтобы это был праздник. Маршрут, в принципе, длинный, хороший, можно будет проехать через весь абсолютно город, и что важно, безопасность обеспечена. Сейчас прервемся буквально на полминуты, после чего продолжим. 211-101, звоните. Ваши предложения по поводу велопарада и ваши вопросы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 27 мая в субботу в рамках всероссийского велопарада пройдет велопарад и в Кирове. Все, кто любит велосипед, а таких стало много, и с каждым годом все больше и больше, готовьте своих железных коней, готовьте костюмы, яркие краски, хорошее настроение, и будем выезжать с юго-запада, уточняется сейчас либо с площади Конева, либо от Большого Глобуса, к цирку, в сопровождении, охраны. Можно сказать, все будет безопасно. 12 плюс ограничения в связи с длинным маршрутом и, может быть, сложной трассой для маленьких детей. Но Григорий сказал, что для маленьких детей будут сделаны специальные конкурсы, то есть совместно с ГИБТД, и они же опять обещали призы. То есть это будет на нашей площадке, то есть площадка эта будет расположена между улицей Милицейской и лестницами к цирку. То есть это вот зона, которая нам выделяется под проведение, в ярмарке они чуть позже. Именно на этой территории организуем такую небольшую зону, опять же, выделенную, и на ней проведем своего рода велофигурку. Может, там будут какие-то еще теоретические вопросы. И на основании победителей, они тоже будут, скорее всего, разные по возрастам, обещали призы. Какие еще будут? Какие? Пока не знаю. А какие площадки еще будут работать? Что еще смогут увидеть кировчане там? Может быть, что-то приобрести? Подожди, подожди, подожди. Давайте мы про время. Про время. Мы еще ничего не сказали. Во сколько станут тротуары? Собираемся мы в 10 часов. То есть у нас с 10 до 11 идет сбор. Соответственно, площадка, когда уже определится, будет точно понятно где. За это время мы всех проинформируем. Дополнительно раздадим буклеты по ПДД, потому что не все у нас, к сожалению, в городе их соблюдают. И правильно ездят аккуратно, и чем вызывают недовольство и пешеходов, и автомобилистов. Вот по своему же опыту прошлых лет, поскольку собираемся целый час у нас на сбор, все-таки не забудьте, пожалуйста, что надо взять с собой воду, надо взять с собой, не знаю, салфеточки какие-нибудь, ну как-то так, чтобы было комфортно. Если бы мы в глобусы, так как раз можно и в глобусы зайти. Не надо рекламу нам здесь, пожалуйста. Воду можно и из дома взять. Как хотите, ваш выбор, но нужно просто подготовиться. Да, после этого мы к 11 часам начинаем потихонечку выстраиваться уже на Воровского и торжественно выезжаем. То есть это у нас не гонка, то есть мы едем в размере... Внимание, те, кто любит вот этот быстрый-быстрый, вот езду, пожалуйста, ну вот как-то на соревнования потом, Гриш, скажут. Это про соревнования, да, я тоже расскажу. Вот, то есть мы едем не торопясь, спокойно. Для нас это, по сути, как бы праздник, открытие велосипедного сезона официально. Мы к этому шли много лет, пришли наконец-то, очень рад. Вот, тем более, что у нас администрация нам помогает, содействует. Большое спасибо за это. Вот, и мы едем не торопясь, спокойно доезжаем до поворота на улицу Горького. Горького спускаемся вниз, поворачиваем на Азино. Азино и выезжаем вниз на Октябрьский проспект, где нас торжественно встречают. Вот, и непосредственно сама программа. То есть этого пока еще нигде нет, я нигде не видел в других городах. У нас такая идея родилась тут недавно совместно со Светланой. Сделать велосипедную ярмарку. То есть я уже обзвонил... Такую велобарахолку. Ну, просили назвать велоярмаркой все-таки. Официально велоярмарка, но у нас сленга, на сленге велобарахолка будет такая. Хорошо, велоярмарка. Да, вот, я уже обзвонил практически все велосипедные магазины, но, к сожалению, пока ответ получил только от трех. Вот, вот, хорошо. Вот, то есть я всем предлагаю, опять-таки, бесплатно выставить стенд от своего магазина, то есть в качестве рекламы, раз, либо они захотят что-то попродавать, то есть какие-то велосипеды, аксессуары, запчасти, устройки, там, может быть, распродажи, то есть это все приветствуется, потому что, по сути, будет вся целевая аудитория. То есть все активные велосипедисты будут здесь. Вот, ну, всех смущает. Это слово бесплатно. Все ждут какой-то, видимо, подвох, не знаю, может быть, пока еще инертность у нас такая небольшая есть в этой среде. То есть я думаю, что в этом году мы сделаем пробную, а в следующем году мы, скорее всего, будем уже регламентировать, кому хватает вместо того, кому не хватает. То есть мы до барахолки-то не дойдем, да? Почему? Только магазины пока. Мы дойдем до барахолки. То есть это у нас будет отдельная зона, выделенная для каждого магазина. И рядом отдельно сделаем велосипедную барахолку. Что она себе представляет? То есть все же, ну, у всех же есть дети, там, у многих, скажем так, есть велосипеды, которые хотелось бы уже поменять. Ну, например, его фотографируют, выставят на авито, потом кому-то показывают. То есть это очень долго, многим не хочется, но просто стоит у них в гараже. То есть можно будет как? Можно будет привезти этот велосипед при наличии документов, естественно. Подожди, а если у меня нет документов, что мне делать на детский велосипед? У меня их три или четыре. Ну, детский велосипед, наверное, не так критично, потому что не так, скажем, часто крадут, как взрослые велосипеды. Это, скажем так, получается большее требование к большим велосипедам, взрослым. И можно будет продать. То есть можно будет, соответственно, прийти. Ценник выставить. Да. Продать один велик и купить ребенку другой велосипед. Кстати, можно будет поменяться велосипедами. Поменяться просто велосипедами. Кто-то уже вырос, например, есть велосипед детский, хочет чуть побольше. Но велосипед хороший, например, но жалко продавать, потом терять деньгах, покупать. У меня сейчас такая ситуация. Они недешевые удовольствия, кстати. Да, можно прийти и просто велосипедами поменяться. По обоюдной договоренности. То есть хотелось бы, чтобы это стала тоже, опять же, традицией в нашем городе и дальше начало как-то развиваться. То есть внимание, друзья, мало того, что можно будет проехать на велопараде, мало того, что детям можно будет поучаствовать в конкурсе, который будет проводить ГИБДД, мало того, что можно будет с друзьями встретиться, пообщаться, мало того, что можно будет насладиться всеми приятностями праздника, который город устраивает горожанам в рамках дня рождения, в том числе Ленинского района, всегда очень интересно проходит. Будет интересная история с велоярмаркой и вело-барахолкой. Велоярмарка подразумевает, что профессионалы магазины будут выставлять свой товар и консультации оказывать какие-то. Сервис поставить. Сервис поставить. Можно будет там проверить что-нибудь в велике своем, спросить, почему... Цепи-то есть, честно? Есть, пока есть. Цепь упала. Значит, а вело-барахолка впервые в городе пройдет. Вы можете принести свой старый велосипед, детский велосипед, и тут же поменяться на новый или продать один, купить другой. По-моему, это просто замечательная идея. При том, количество людей же будет очень большое. Если бы было только вело-барахолка, то есть тут были бы только узко специализированные, скажем так, люди. А рядом будет выше проходить ярмарка. Надеюсь, напомните, там что будет? Там будет ярмарка промышленных продуктов, там будет ремесленная ярмарка, там будут предприятия питания выставлять свой фестиваль. Поэтому контингент будет, аудитория будет очень разнообразная. А еще раз, давайте тогда людям скажем, вот если мы в 10 часов собираемся на Юго-Западе, еще раз, либо Конево, либо Большой Глобус, в 11 выезжаем, мы сколько едем до цирка? Минут 40 максимум, мне кажется, проедем. То есть в 12 мы будем уже там. По 12-12 можно уже подходить. В 12 мы будем уже там, начнутся детские конкурсы. И в это время, мне кажется, да раньше можно на вело-барахолку, кто не едет. Можно приходить с великами также к 11 часам, а куда конкретно приходить там? Октябрьский проспект, между лестницами цирка и милицейской. Там будет как-то обозначена зона. Да, эта зона будет отгорожена барьерами и будет обозначена как раз зона для любителей велосипедов. Надо натянуть баннеры велобарахолка, я считаю, чтобы люди понимали, куда идут. Справимся? Постараемся. Надо сегодня поговорить. Натянуть баннеры, чтобы можно было ориентироваться, где сочная эта велобарахолка. Да, кстати, между прочим, сразу предупреждаем, ведь правильно, что если вы будете продавать незаконным путем приобретенные велосипеды, то там будут сотрудники ГИБДД, они будут внимательно смотреть. И полиции. То есть можно будет проверить свой велосипед по базе, по сути, подойти к сотруднику. Лучше сразу. До покупки. Да, кстати, если покупаете, можно тут же будет пробить велосипед. Он есть в базе украденных велосипедов или нет. То есть проблем никаких совершенно с этим не будет. Нам бы хотелось, чтобы это мероприятие было таким ежегодным. Я тоже нигде не слышала, чтобы такие штуки проводили в России. Это наша фишка такая будет. И я в связи с этим хотела вас спросить. Вы о том, что мы проводим велопарад, сообщили на Hero on Bike, на всероссийскую Let's Bike It мероприятие, заявили наши, чтобы тоже Киров был на карте всероссийских велосипедных парадов. И Киров вроде бы писал. Проверьте, пожалуйста. Очень хочется, чтобы Киров все-таки был на уровне в этом связи. На работе на велосипеде. Я бы вам посоветовала немножко воздержаться. Сейчас выйдет постановление администрации, которое закрепляет как раз все правовые основы этого мероприятия. После этого вопросов нет. Сейчас это когда? Я думаю, что завтра в край, в понедельник, вторник. В понедельник напишем. Да. То есть в понедельник напишем, что у нас тоже велопарад. Что тогда у нас по другим площадкам? Понятно, что помимо ярмарки и велобарахолки будут еще какие-то зоны. Подожди, давай мы выясним все-таки с велосипедами все? Или еще что-то будет? Я бы что хотел еще сделать. Объявить и провести, по сути, тоже ежегодный наш чемпионат по прыжкам на велосипеде в высоту. Ну, это для желающих. Я надеюсь, что это тоже в рамках этого мероприятия будет. Давайте, какую идею я сейчас обсуду. Мы уже проводили, у нас, не помню, год назад или два года назад на театральной площади. Мы ставим такие стойки специальные. Ну, по сути, как для прыжков в высоту. И каждый желающий, кто обладает соответствующей техникой, техника называется банихоп или прыжок в высоту, прыжок с зайца, может попробовать свои силы перепрыгнуть. То есть в тот раз у нас рекорд, я не буду говорить, какой, а то никто не приедет. Может быть, наоборот сейчас решится. Тогда нужно что, условия все-таки участия в подобном, если вы утвердите? Шлем, велосипед. Шлем и велосипед, то есть техника безопасности все-таки должна соблюдаться. Да, ну, то есть тут это прыжок все-таки на асфальте. А как вы выясните, обладает человек вот этими возможностями? А там, смотрите, как. То есть мы проводим, самое первое, ставим планку на высоту примерно 10 сантиметров. Саша, ты прыгнешь на велике? То есть если человек 10 сантиметров, я думаю, можно попытаться. Если человек 10 сантиметров перепрыгнул, он переходит в следующий круг. Ставим в следующую планку 15 сантиметров. И так, получается, все, кто не обладает соответствующей техникой, они где-то сантиметров на 20-25 уже отсеиваются. Я и 5, мне кажется. Нет, 10 бордюр все-таки. Для нашего города это очень важная техника. Это очень. А здесь идет прыжок сразу же двумя колесами? По-разному прыгают. Кто-то прыгает с обоими колесами, кто-то прыгает банихопом просто с передней, потом задней. Кто-то прыгает передней, потом задней еще отталкивается, еще выше поднимается. То есть, на самом деле, это очень интересно посмотреть. Класс, Надежда Юрьевна. Визуально, потому что это очень интересно. Надо просто посмотреть на предмет безопасности, чтобы действительно участники данного мероприятия не нанесли ущерб ни себе, ни людям. Мы с краешка поставим, где-нибудь аккуратно все. Но он сказал, что скорая помощь до утра ведь будет дежурить, я так понимаю. Скорая помощь будет дежурить до 23 часов. У нас не было никаких травм вообще ни разу никогда. В этой дисциплине. Что касается того, что это актуально для нашего города, безусловно. Потому что вся идея борьбы с поребриками или с бордюрами, как кому нравится, пока что только... Мне это очень нравится, что их столько много, потому что я постоянно еду, отрабатываю технику. Если бы вы, конечно, на Гришу посмотрели, вы бы поняли, почему ей нравится. Конечно. Но очень много людей, кстати, подходит именно с просьбой. Научите переезжать бордюры правильно. Хотя просто переезжать. Учатся переезжать, потом просят, научите прыгать. Научим прыгать. Бесплатно, без проблем. То есть просто там пишут, звонят, встречаемся, показываем. То есть федерацию велосипедного спорта. Некий мастер-класс вы тоже можете устроить для жителей. Конечно, да. Вот тогда, да. Федерацию велосипедного спорта с начала мастер-класса. Покажем, как поднимать переднее колесо правильно, как разгружать заднее, чтобы не врезаться в бордюр, чтобы мягко переезжать. Ну и те, кто уже это освоит, покажем, как совмещать их техники и запрыгивать. Ну я-то помню еще те незабываемые времена, когда по воскресеньям здесь в театралке стартовала велошкола, разные группы, помните, бились на уровень собственных умений и навыков. И можно было поехать с руководителями по разным маршрутам, по дворам, по проезжей части, по тротуарам. Все рассказывали, показывали, как нужно правильно ехать. Это был вообще замечательный опыт. Был прекрасный совершенно опыт. Ну очень хорошо, что мы проснулись, что велосипеды уже на улицах, что у нас будет велопарад, велобарахолка. Мы коллегам своим обязательно сообщим. Я думаю, что город тоже пресс-релизы разошлет, Федерация велосипедного спорта разошлет. И все наши партнеры, красивые Киров и так далее, тоже это сделают. И соберемся мы на красивый, хороший велопарад 27 числа еще раз. С 10 до 11 сбор на юго-западе у Большого Глобуса или у площади Маршала Конева в ближайшие буквально дни-два выяснится, откуда конкретно старт. И с 11 же часов велобарахолка и велоярмарка у цирка будет обозначено место баннерами. Еще раз хотел озвучить информацию для веломагазинов и спортивных магазинов. То, что для тех, кто желает участвовать в велосипедной ярмарке, можно просто связаться либо со мной. Можно телефон сказать? Конечно. 8-912-826-83-11. Либо с редакции «Эхо Москвы», либо с администрации города Истанежда Юрьевна. Да, можно звонить нам, 211-101, мы подскажем. Передрисуй ко мне, и мы с вами обговорим, где вы в Станинке и условия. Да, но и паблики не закрыты. В соцсети, пожалуйста, пишите и будете услышаны. Сейчас прервемся на две минуты буквально, после чего продолжим про праздники 27-28 мая. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова у нас в гостях. И Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области. Все-таки, Саша, как приятно, что наша радиостанция стояла у истоков велопарадов в городе Кирове. Велосипедизация всей этой движения или как? Нет, велосипедизация это не наша история, не мы у истоков, вот как раз Григорий, Игорь Багин и прочее. А мы как раз присоединились, когда велопарады стали продвигать. Это так приятно, правда, да, Гриш? Очень приятно. Хорошо, Надежда Юрьевна, только что закончилась в правительстве пресс-конференция по поводу как раз праздников, которые вот сейчас надвигаются на нас уже в эти выходные и спортивная весна. Как бы погода нам не сопротивлялась, все-таки не отменяется. Весьмельсне быть. Быть, да. Расскажите, какие мероприятия на эти выходные запланированы. Министерством спорта Российской Федерации 20 мая объявлено как день открытия летнего спортивного сезона. Поэтому очень много мероприятий пройдет в субботу на территории Кировской области, не только в городе Кирове, но и в районах. Наверное, больше я все-таки о Кирове. У нас действительно состоятся мероприятия спортивная весна на театральной, которую действительно мы переносили три раза и очень-очень переживали за это мероприятие. У нас в 9.30 в рамках этого мероприятия, так, секунду, значит, у нас в 10 часов в субботу 20 числа стартует ралли третьей категории «Я сама». В 10 часов у нас начинает работу мобильный комплекс ГТО, который будет выставлен в пятницу вечером, будет работать два дня, 20 и 21 число, где все желающие смогут попробовать себя и выполнить испытания комплекса ГТО. Хотелось бы обратить внимание, что впервые мы выставляем такой вид испытаний, как стрельба из электронного оружия. Приобрели комплекс специальный, его будем опробовать и будем этот норматив выполнять. А где у нас тиры есть в городе? Тиров у нас не так много, в основном у специализированных организаций. Тир «Динамо», есть тир на Октябрьском 31 в бывшем спорткомплексе завода АЦМ, есть тир ДСАФ, то есть вот основные те структурные подразделения, которые, в принципе, дают возможность выполнять испытания ГТО населению по заявкам. Далее у нас 20 числа, еще вот по ГТО, хотела бы обратить внимание, у учащихся общеобразовательных организаций особенно хотелось внимание обратить выпускников. Осталось совсем немного времени, буквально 10-12 дней для того, чтобы либо выполнить те испытания, которые еще не хватает до знака отличия, либо улучшить свои результаты. Поэтому приглашаем всех вот на этот фестиваль ГТО для того, чтобы достойно получить достойную награду, результат и получить дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. И 21 числа у нас традиционная легкоатлетическая эстафета, шоссейная велогонка на 42 километра, в 9.30 стартуют велосипедисты, в 11 часов у нас стартует эстафета, и в 12 часов мы презентуем как раз площадку ГТО представителям органов исполнительной власти, представителям руководителей города Кирова, и принимаем участие в награждении победителей и призеров эстафета, это в 12.30. Также у нас будут принимать участие в мероприятии откликнувшиеся фитнес-клубы с фитнес-инструкторами, которые проведут мастер-классы и каким-то образом презентуют различные направления. Хотелось бы заострить внимание, что только победителей и призеров эстафета у нас будет 540 человек, то есть 540 человек выйдут на пьедестал, получат свои медали, грамоты, награды. И, соответственно, традиционно более 3,5 тысяч участников эстафеты у нас бывает в этот день. Единственное, будем надеяться, что никакой дождь, ни погода нам не помешают. Это все в ближайшие выходные до 20-го, ну, начинаем 19-го все на велосипедах на работу, 20-го и 21-го числа, вот такое масштабное тоже спортивное мероприятие, спортивные выходные. На следующей неделе, вот, говорили мы про велоаппарат, в этот же день состоится... Подожди, 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 а в эти праздники какие-то тоже велосипедные мероприятия? В этом месте у нас пройдет уже ежегодная, традиционная шоссейная велосипедная гонка, групповая. Кто там участвует? Там участвуют, в принципе, все желающие. При наличии у них исправного велосипеда с размером колеса 28 дюймов, ну, шоссейного велосипеда, шлема и справки о состоянии здоровья. А когда эти желающие могут заявиться на гонку? Они могут заявиться по электронной почте нашей федерации, инфо собаков.с43.ру. Либо они могут прийти в субботу с 6 до 8 на Московскую 23, магазин Велопрофи, там у нас будет проходить мандатная комиссия. То есть там могут регистрировать участников, осмотреть у них велосипеды, документы и выдавать номера. Еще раз повторю, участие на исправном велосипеде при наличии шлема и справки о состоянии здоровья любой желающей. Федерация велосипедного спорта Кировской области? Да, непосредственно по самой гонке. То есть мы собираемся на театральной площади, нас всех выстраивают в колонну и мы выезжаем за машиной ГИБТД на наш круг, на Октябрьском проспекте. Там уже будет дан официальный старт гонки. Гонка на 42 километра, это 10 кругов. Гонка идет с округлением участников. То есть у нас будет группа лидеров в любом случае, которая, если обгоняет кого-то на круг, этот участник уже с гонки снимает, чтобы нам было удобно подводить потом подсчет времени. Групповая, что знаешь, все стартуют одновременно группой. То есть есть гонки с раздельным стартом, где-то стартуют, с периодичностью минуты, пять минут в зависимости от трассы. А есть именно групповая гонка. То есть она очень зрелищная, очень красочная, потому что будет борьба не просто индивидуально, каждая с каждым, а у нас есть команды, которые будут защищать своих лидеров, пытаться продуть их вперед. Потому что в велоспорте шоссе очень важна аэродинамика. И одно дело, если ты едешь впереди, рассекаешь весь воздух, другое дело, ты едешь в группе. Тебя прикрывают там два-три твоих товарищей из команды. И в конце ты вырываешься. То есть мы, у нас спортсмены уже вышли на такой интересный уровень, уже могут показать именно технико-тактическую борьбу. Вот очень высокий уровень у подоставящих поколений. Вот мы у нас, Никита Шульченко, хочу озвучить, он тут как раз вот ждут не результатов, уехал на ПФО, на первенство. Это сколько лет, Никите? Ему 17 пока, то есть он в следующем году уже будет более старше выступать в группе. Но тем не менее он показывает очень хорошие результаты у нас в тройке, в тройке лучших. Можно сказать, лучшие, в тройке лучших. Вот поэтому будем смотреть на борьбу. Вот обещали, конечно, приехать ребята с Перми, но, к сожалению, из-за переносов там уже идут наслоения на другие мероприятия. Поэтому у нас остается только надежда, что приедут с Сыктывкары ребята. Это в воскресенье во сколько началось? Это в воскресенье у нас, получается, в 9.30 старт. И продлится примерно? Ну, продлится в течение часа. В прошлом году, по-моему, участвовали какие-то корпоративные команды. Нет, это как раз просто команда была Sky, команда была Tandem. Это наши клубы в клубах, скажем так. У нас есть общий клуб X-Kerov, Федерация велосипедного спорта. И есть просто ребята, кто как раз тренирует именно технику-техническую борьбу. Поэтому условно разделяются по 3-5 человек в команде, покупают себе красивую форму, чтобы выделяться именно в самой гонке шоссе. И борются. То есть помимо наших гонок они выезжают и в другие регионы. Пока у нас, конечно, призовых мест на чемпионатах нет. Но, тем не менее, мы стремимся. Ну что, с этими выходными закончили? Все, больше вопросов нет. Если на следующее говорить про день Ленинского района, 55 лет исполняется ему. Какие площадки что ожидает Кировщана? Там очень масштабная программа. Почему и обращая внимание на постановление. Оно выйдет и будет в официальном доступе для всех. Там и ярмарка, и мастер-классы, и выступления творческих коллективов. И их фишка, которая в этом году, это Вятская крошка. То есть традиционно Ленинский район на день района чем-то удивляет жителей города Кирова. Вот в этом году будет Вятская крошка, где все желающие могут прийти ее попробовать. Где это будет происходить? Это будет там же, на Октябрьском проспекте, в районе цирка. По времени вот сейчас не сориентирую. Судя по новостям, там можно производителям кваса нашего всякого разного бороться уже за звание самого Вятского. Кваса самая Вятская крошка. Ключевое слово будет бесплатно, нет? Да, бесплатно. Абсолютно. Хорошо. А что еще ожидает? Хотелось бы еще рассказать про 28-е, наверное, число. То есть вторые выходные у нас будут очень насыщенными в плане спортивных мероприятий. 28-го числа пройдет зеленый марафон, так называемый. Это корпоративное мероприятие Сбербанка, традиционное, которое проводится в городе Кирове уже не первый год. В этом году по просьбе как раз будет задействована площадка театральной площади. Оно не столько спортивное, сколько такое массовое, интересное, где будут мастер-классы, где будут тоже творческие коллективы выступать, где будет организован арт-маркет. Ну и в том числе будет массовый забег и сотрудников, и всех желающих, кто готов присоединиться. Маршрут буквально вокруг здания правительства по Московской до Октябрьского проспекта и обратно. То есть тот маршрут, который не требует определенных физических нагрузок, определенных уровня степени подготовленности. Поэтому готовы принять всех. Вот наши коллеги из галереи прогресса и наши друзья, мы как раз арт-маркет планировали, призначали нашей версии проводить в итоге велопарада и велоярмарки, велобарахолки. Но в этот раз мы разделяемся, что неплохо. И во второй, и в первый день будет замечательно, 27-28, в следующем году посмотрим, как сложится. Может, по-другому объединимся. Вообще не может не радовать, что, конечно, в эти выходные, начиная с этих выходных, масса спортивных и культурных мероприятий, связанных друг с другом. Это здорово. Мастер-классы, вы сказали. Что за мастер-классы ожидают? Вы знаете, мы выступаем помощниками, не основными организаторами. Поэтому сложно мне комментировать те мастер-классы и те коллективы, которые пригласит Сбербанк. Еще в качестве дополнения, то, что Сбербанк выступает активным инициатором спортивных мероприятий, хочется анонсировать, что достигнута договоренность, и Сбербанк дарит городу, в день города, спортивную площадку на набережной Грина, которая будет официально открыта 12-го числа. Спортивная площадка на набережной Грина, где она там разместится? Она будет как раз с противоположной стороны, рядом со зданием государственного архива, это ближе к улице Правсоюзной, то есть с той стороны, где памятник Гринастый. 12-го июня она уже откроется, то есть на сегодняшний момент идет оборудование, уже найден подрядчик Сбербанком, и они эту площадку будут делать. Ну что, я предлагаю подвести некоторые итоги. Спортивная неделя, прямо можно сказать, ожидают нас. Завтра на работу на велосипеде, затем идет спортивная весна, шоссейная велогонка, на следующей неделе велопарад в 10 часов на Юго-Западе, либо у торгового центра «Глобус», либо у памятника Коневу, и 28-го зеленый марафон. Ну что, на этом завершается дневной разворот. У нас в гостях были Надежда Анисимова, начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кирова, Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области. Светлана Занько. Александр Асохин. Всего доброго. До свидания.